Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 855. Событие дня. 1 Иоанна 2,19. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через сто открылось, что не все наши. Это за 19 апреля 2018 года. Вот интересно как. Причины говорят разные. Там Тони нравилась, там обидели, там оскорбили, и любовь ему не оказали. А причина не в этом. Причина вот здесь и выявляется. А были наши, вместе ходили, молились, причащались, а потом вышли. И обнаружилось, что не было. А почему? Много если бы были наши, то остались бы с нами. Как просто-то. Но они вышли. И вот через это-то, через то открылось, что не все наши. Кто что-то ушел, были, которые у нас, да, были, ушли. А лучше стали? Нет, ничего нет. А теперь такие приветы шлют, да вот то другое не могу уже теперь. Ну все сделаешь-то. Не оценили. Так, пишет мне Марина Хэ. Мир вам, Игнатий Тихонович. Я заметил, что вы нас плохо слышали. Но у нас дребезжание никак не проявляется. При следующем разговоре проверим. У вас вчера был очень уставший вид. Все ли у вас в порядке? Да у нас-то в порядке. Но я сказал тут. Я вот только стою и... Просто очень большая почта. Ну большая. И мне надо отвечать. Вот сколько здесь напечатано, я должен печатать. А печатать я печатал много. Просто целые книги, тома перепечатывал. Я не останавливался перед этим. И там клавиатура больше. А здесь она меньше по размерам. А я пальцами две буквы снимаю. Если я пишу 10 минут, то мне 10-15 минут надо ошибки выправлять. Я не глядя. Уже меня не исправить. Пальцы хватает, и это не делается. Ну никак. Мы молимся за вас, чтобы Господь умягчил сердца нападающих на вас. Да. И Святая Богородица укрыла вас, потеряевку и всю вашу общину под святым своим покровом. От всех врагов, видимых и невидимых. Благодарю, благодарю. Ну если может когда-то разговор будет еще, я заказываю сразу где-то трудное что-то. Потому что в последнее время тут очень усилилось нападение. Волна грязи просто прет от них. Ну смотришь, ничего нет. У него ничего нету. Понимаете? И поэтому он свободен. Я разные слова подыскиваю, то другое. Один даже писал, лучше бы вы отматерили нас, чем такими словами. Ну, как могу. Нравятся матерки, живи в матерках. Я тебе без матерков проясню, что и почем. Ну нет ничего. Священник такую гадость ведет. У него ничего нет. Вот сними это все с него. Рязки-то, одежды-то. Да он никто. Он чучело огородное будет стоять и никуда не угодный. Ему обязательно храм надо. Все строить тут, антименцы. Он не может стать... Запусти его в первый век. К христианам-то он никто, он чужой. Он не знает ни Писания, ни... Ничего нету-то. Я уж не говорю, что готовность к страданиям. Какие там страдания-то? У них ничего нет. Вот сегодня утром мне надо всего только один куплет. Я думал вчера, как он делает. Вспомню слова. Ну, так опять помолился. Ага, вспомнил. Иван Елагин. Это очень такой малоизвестный поэт. Но слова сказал хорошие. Мне надо найти. Ну, где найти? Вот, ну, представь, такое даже... Ну, Осипова, там, Ткачев, которая так более известна, это Смирнов. Он, во-первых, не знает еще искать. Да ему это и не надо. Он будет сидеть там и хлюпать, поставить воду перед собой, и даже смотреть противно. Ну, вот теперь найти его как. У меня все книги, это не два, 33 тома по 752 страницам. Они разбиты, не соединены, в Word переведены с пейджмейкера. И первый том, 16-м включительно, это один, одна страница, вот, файл один. А с 17-го по 33-й том, второй. Я только запустил, на поиск ушло не больше трех секунд. Все, теперь я копирую, переношу сюда, и сейчас покажу, что было. Игнатий Лапкин, 2 Коринфянам 6-3, с 3-го стиха. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания. Это я Марине отвечаю. Почему я усталый был? Чтобы не было порицаемого служения, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. У них ничего этого нету. Какие тесные, когда на двух, как говорится, сиденьях не уместятся. Под ударами, в темницах. Да не знает он этого, в темницах, ну и любого. В изгнаниях он не испытал. В трудах, в бдениях, в постах. То есть они все это отвергли. Не надо, не надо. Человек слабый, и поэтому ничего не надо требовать. То есть это слуги антихриста. Откуда известно? Великий инквизитор Достоевского. Он прямо говорит, мы разрешим грех, чтобы люди никуда не ушли. Позволим грех. Во имя Твое. И все, позволим грех. Планку опустили. Достоевский это предвидел, в Духе Святом писал. В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом. А это они вообще не знают, в Духе Святом. В нелицемерной любви. Там лицемерие сплошное. Вот у нас здесь отец Павел был, Ермоленко. Такой богатырь русский-то. Но архиерея, как-то был он там на приеме или что-то, и он решил тайно записать на магнитофон слова о крещении, что он повелевает, чтобы крестили в полное погружение. А там у них священник, Николай Гордиенко, бывший парторг, но вся эта коммунистическая это у него власть-то осталась в руках-то. И он решил ему показать, ну смотрите, ну владыка там, Максим Дмитриев, он сейчас там в Ельце. И вот, он говорит, ну они узнали, давай его, да всего он ему, говорится, пригладил один раз бы в борьбе без правил. А еще там два было благочинных, ни одного уже нету, нет, даже три, кажется, было. Двое примерли, а один уехал. И фамилия какая у священника? Погиблов. Но это еще не говорящая фамилия. И он с него снял ряску, отнял магнитофон, серебряный крест и не отдал, и уехал. Ну а что это? Ну никак не назовешь, как воровство. А церковный суд отсутствовал в это время. Не было вообще. Семьдесят лет, суда не было. То есть безраздельно, что бы ни сделал, главный тоталитарный, так как его не знать, не знаешь, руководитель страны, это поп, священник. И над ним выше епископ. Ну и так выше. И вот теперь с оружием, или как? В силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке. Когда Библия раскрыта, двумя руками держишь. Очень просто понимать надо. Они в руках не берут. В течение года, может, ни разу не открывал. В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Никакой должности, ничего нет, но нас узнают. И узнают не в одном месте. Нас почитают умершими, но вот, мы живы. Вот апостол Павел все это знал и все перечислил. Эти-то ничего не могут перечислить. У них ничего нет, ни апостольского, ни пророческого. Но они вот кучей собрались, могут нападать. Я как-то сказал кодлой, такое ухватили за это. Ну, ты посмотри, что означает слово. Ну, какие же они верующие-то? Какая-то банда урок. Нападают, что попало, говорят. Что попало? Ни на одно слово не отвечает. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчает, а мы всегда радуемся. Это они во сне не видали. Мы нищие, но многих обогащаем. А вот они богатые, но никого не обогащают. Интересно, Феодосий, Омский, там уже теперь нет его, архиепископ он был. И вот он отправили на пенсию, так он выдрали все выключатели, там что было, все абсолютно. Новые поставили митрополита там или кого, епископа-то, и ничего не в темноте сидит. А уже самому за 80 лет. Ну, кто они такие, горлохватые. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вот это им никогда не сказать. Мы дорогой едем, и вдруг мне смс сбрасывает один протеерей, и говорит, я вот эти слова считаю сейчас, ну, думаю, в жизни я видал такое или нет. И у меня, то есть я хочу припомнить, а припоминать нечего, все время вы всплываете и всплываете, это про вас сказано. Христос воскрес! Татьяна. Татьяна. Ну и так, у нас были здесь снова Кузнецкая Галина Влеська. Мир вам, Саша. Так вы и не смотрите вовсе ресурсы Игнать Тихоновича Лапкина. Зачем же смотреть, искушаться да осуждать? Кому оно пишет здесь, оказывается, она потом назовет его Сашей. Лично мне в моем благовестии в больнице Игнать Тихоновича Лапкина единственный помог выпрямить все мои знания православные, накопленные с трехлетнего моего возраста без разногласий с книгой жизни и Евангелия. Полную свою машинку с Евангелиями привезла в наш сестрический штаб на нашем приходе в дар от Игнатия Тихоновича Лапкина. Настоятель взаимно порадовался с нами. Все, он уже радуется. Будем раздавать в больнице и на улицах города. Радуюсь и веселюсь. Спасаюсь надежно милость Христову. Всех благ. Так, я не знал с кем она разговаривает, а дальше он начнет говорить. И который говорит человек, но даже ничего не могу сказать, кроме одного, исключительно добрый. Ну, не выдержал где-то, сатана подножку поставил, ушел из православия. Где теперь он болтается, никто не знает. И инициативы-то никакой-то не было в духовном плане-то. А теперь сразу инициатива какая? А она против. Я его касаюсь где-то? Никак. Ну, а дальше будет так. Никак, еще раз говорю. Никак. У меня есть люди, которым я не могу ничего сказать, потому что я их знаю. Я знаю. Это временное. Ну, другому я отвечу, и отвечу по всей программе. Этому никак. Он может у меня даже хулиганить, но если где-то не ладно, совсем нехорошие слова, я могу только удалить. Но ему лично я ничего не могу сказать, потому что его доброта надо мной нависает. Я его хорошо знаю. Добрейший человек, редкий человек в наше время. Галина Влеська. Христос воскрес. Мир всем. Игнать Тихонович, это наша переписка с АА. Не утерпел, однако. Ага. Предполагала, что не утерпит. То есть она знала, где-то он должен вылезти. Господи, помилуй, работаем. А мы со Светланой почему-то пребываем до сих пор в радости. Спаси Христос. То есть приезжали к нам сюда, Светлану первый раз, видим, а Галина Влеська была и пишет. С миром, Галина. А где хоть одно мое осуждение вы обнаружили? Это она, он, видимо, пишет. Нехорошо наговаривать на невинного. Смотрю ролики Игнать Тихоновича, как шоу одного героя, который своих поклонников убедил в своей исключительности, а они, поверив, теряют рассудительности. Надо попротив, чтобы идти. И то же о неисключительности, то другое, но ничего нет такого. Или возможность его получить, идя по жизни. Ну и, то есть, если будет у тебя что-то. Плотские успехи затмевают духовное поражение. Плотские успехи, это все плотские, видишь, куда идет. Тогда этого не было у него такого. Ну я могу это прокомментировать, но не больше. И упомянутый мной ролик великолепно демонстрирует духовное состояние как героя, в кавычках, так и тех, кто лицемерно сносит этот бред. Понятно. То есть, явно, что не друг, и уже ничего у него не осталось. А когда уходил, ну, я мог бы назвать все где, и как, все. И теперь уже и бред, и то другое. Что-то у него есть, а ничего нету. Может выставить то, что мы выставляем. Вот я сегодня выставил 18 роликов, вчера 20 было. То есть, там и аудио, и чего только нет. Ничего нет этого, нету. Но спокойствия нет. И я это принимаю как награду от Бога. Если бы я никакой был, чего бы ты крутился-то около меня. Ты бы только благодарил. Благодарил, потому что то, что получил здесь, ты нигде в мире не получил. Нигде. Во всей вселенной. Почему? Потому что здесь ты принял крещение. Там нигде не мог найти. Здесь. И вот это, что ты получил, должно было бы тебя удержать от того, что ты пишешь. То есть, вот связался с врагами, и они сразу пропитали его, а внутри-то, ну, сатана трудится-то. Тут не надо говорить. Что бы ради-то, я его не трогаю. А он уже все, и под кавычками, и бред, и пошел. Ну, ладно. Мне жалко Игнать Тихоновича. Он гибнет от вашего лицемерного словословия. То есть, за них решает какое-то словословие, лицемерное, то есть, совершенно поражен уже этим. И от полного молчания со стороны соратников о его лжи. Уже, смотри, как друг, разве может это говорить? О моей лжи? Ну, покажи, где лжи? В одном месте хотя бы, а нет ничего. О оскорблениях последними словами противника. Последними словами. Вы знаете эти последние слова? А что я должен делать? Я вам ответил. Ответил словами, которые в литературе есть они, они нематерные. Что они делают? Подбегают. Я взял слова Толстого там где-то. Тут как-то суд у меня был. Ну, я выражение-то сказал. Он не знает этот репортер-то. Ну, я сказал, вот эти слова-то я взял, вот апостол Павел сказал, а вот эти слова, вторая половина предложения-то, взял Достоевского-то. Судья-то показал, где все, а они сидят глазами хлопают. А в это время, когда они были в лагере, я им отвечал так. О предательстве властям христиан? Христиан. Властям я предаю христиан. Какие? Каких христиан? Где я предавал? Ну, назови. Он не знает, ничего нет. Про романа умеете? Ну, я не знаю. Христиан, это, в первых, в одном числе, а потом никто его не предавал. Он нарушал государственный закон, я к нему пальцем не прикасался. Он поставил под удар всю общину. Без принятия гражданства, без принятия регистрации. А что делать-то? Мы виноваты все общины несем. Теперь удар-то нас приносится. Ну, то есть, явно дело, что ничего не понимает или умышлено, но говорит неправду. Пусть и не согласны с ним. Вот почему приходится стучаться к таким, как вы? Вот, через них повлиять на меня. В первую очередь, докажи. А лжи? У нас серьезное обвинение-то. Где лжи? Какая ложь? Когда кому? Тебе сказал нет. Ну, а что должно быть делать? Кому-то предавал, христиан. Там ничего от христианства не осталось. Ничего нету. И он, и тебя-то он не признает, потому что у тебя ИНН есть-то. А ему это не важно. Они сейчас со всеми врагами соединяются. Я знаю, которые враги, там, прерубодеи, там, юритики, с ними мгновенно соединился. Я ему говорил, ты пойдешь сейчас по помойкам-то? Я нет никому. Ну ладно, никому. Новая секта образована была. То есть, все православие никуда не годится. Может, этот стук выведет вас из-за зомбированного состояния? И тогда спасетесь вы и через ваше преображение поспособствовать и не погибнуть Игнать Тихонович? Как какое-то знание такое, понимаешь? А что такое зазомбированное состояние? Ты их спроси, что? Вот, я каждое утро, прогуливаясь, выхожу с архиереем. Ходим там, отдыхаем вместе, утренний мацион где-то. Это самый строгий, как известно, в русской зарубежной церкви в городе Лос-Анджелес. Я еще не знаю, как он живет там у Орлова. Никита Пиоктистович, а теперь он митрополит Антоний. Остался с остатками зарубежной церкви. Я прихожу и говорю, а владыка меня оставил, говорит, подождите маленько, а сам пошел, зашел в банк, все деньги снял и мне отдал. А зазомбировал его. Теперь готовится большое у меня выступление в Америке, в Жорданвильском монастыре под заголовком «Будущее русской эмиграции во свете священного писания». Только кончилось, ко мне сразу один подходит, а я вам чек могу выписать дать? А зачем? Я не знаю, что такое чек, не доллар, я в руках не держал-то. А вот я хочу дать вам. Подошел, написал 6 тысяч долларов. Я ни доллара не потратил. Все, 13 библиотек сразу там в Москве купил и прочее. Что, зазомбировал его? Понятие какое? Да через это-то и видно, что ничего в башке-то нету. Ничего не знает, и погибнуть уже решает где. То есть, если вы врагами будете, мы моими, тогда спасетесь. Ну, и может быть, он одумается, не будет делать. Но я думаю, это не по адресу. Ко мне это не относится никак. Дух лжи вошел уже. И мне, я каждый день молюсь за этого человека. Потом, только я узнал, в конце о ком говорит. Галина Влеська, вот такие мы все разные. Не угомонный какой. Александр А. Это он. А раздача Библии, это замечательно. Их раздают все, кто может. Но это не отменяет всего того, о чем я сказал выше. То есть, застаивает, чтобы ушла. Да благословит и помилует вас Господь. Галина. Аминь, брат. Светлане поклон. Улыбаюсь. Жене его. Улыбается. Александр. Он не унялся. Снова пишет. Если аминь, то почему вам весело? То есть, где аминь, там не должно быть весело. Мне очень жаль, Игнать Тихонович, и тех, кто участвовал в его гибели. Понятно. Уже он никак не может понять. А что мы, где гибели, где ты нашел? Ну, маленько хотя бы, покажи где ты. А уже никак нет. Вот это и есть. Если он понимает так, то мертвец восстал из могилы зомби. Галина. Эх, Сашечка. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. С Богом. Благодарю за все ваши удивительные отзывы. Спаси Христос. Помчалась с работы за мандаринами. А то у нас уже 21-30. Ежедневный прием двух солнечных оранжев борет закисленность от стресса в клеточках нашего божественного организма. Догадайся, о чем она сказала. Дальше. Галина. Иаков 4-9. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш добротится в плач и радость в печаль. Вот такой Александр Грозный. То есть она его назвала Александром, вот уже понятно, дальше говорит. Александр. Про любовь Игнатия Тихановича часто священников, призывающих любить, за их искаженное понимание любви, называют любвисты. И это справедливо, ибо они только за причесывание по-шорски, а если против шорски, то это у них не любовь. Галина. Я уже дома. Саша. У нас с Игнатью Тихановичом Лапкин до нашего с ним знакомства оказались общие друзья среди священников. Одного из них отправили раньше времени в мир иной. Это очень сильные проповедники, храмостроители, подвижники. У нас в семье всегда верили в Бога. Есть и монашествующие, и храмо-попечители, и подвижники в храмостроительстве. Это к тому, что зазомбировано аж уже почти 60 лет. Поэтому не получится у меня никак свернуть с дороги за Христом. Вот и тащу крест свой с радостью и надеждой на спасение. Нет нигде такого заботливого, простого, мудрого и библейский, и житейно любезного, и открытого учителя, как Игнать Тихонович Лапкин. Просто нет и все. А с наставником легче же. Благодарю Господа за то, что никогда не оставлял меня с учителями, и я старался в человеке всегда находить... находить хорошее, кроме психически болящее. Если чем обидело, прости Христа ради. Ангела вам на ночь. А теперь я уже понял, Андрусенко фамилия, его хороший, добрый человек. Но это временно, я молюсь ежедневно за него и ночью, и это может отойти. А там где-то что-то не так было, он много помогал, там где-то он писал об этом, а у них Диодор кажется, то ли Дмитровград или как называется там. И вот его обидели и не выдержал. То есть неиспытанный, неиспытанный, недавленный. На мелкое его не истирал Господь. И чуть-чуть и все выскочил. И пристал к врагам. Нашел, многовенно нашел их. Ну куда это годится-то? Вчера сидели за одним столом и улыбался все время. Не выскажешь какой доброты человек. И вдруг прямо ярым врагом выступает. Ну что сказать-то беда. Екатерина Тенникова. Мир вам, Игнать Тихонович. Вы мне присылали сообщение о том, что кто желает приехать летом в Потерявку, должны попроситься до июня. Я писала вам, что имею желание приехать, но вы, наверное, не видели моего сообщения. Я бы хотел приехать и помочь в лагере, но у меня отпуск только в августе. Могу ли я приехать в августе? Потерявка для меня это как глоток свежего воздуха. Она принимала крещение была, она хакасская. И вот теперь она в августе. А в августе никого уже нету, лагеря нету, она сейчас забыла разве об этом-то. Приезжают гости где-то. Ну, я это все упустил, что она сказала, это уже, ну, нет ничего. А вот хотела бы приехать, я разрешил приехать. Я говорю, ну, приезжай тут в августе, тут ягоды походишь, пособираешь. Марина Хэ. Сильный фильм. Это Иуда Бен Гур 58-го года. Невозможно описать словами свои эмоции. Да. Игнать Тихонович, мир вам. А где в Библии написано про то, как Бог посылал к нам пророков и мы убили их? Господь послал к нам Сына Своего возлюбленного и мне думается, Господь нам послал для предупреждения, а мы не слышим и избиваем вас. Горе нам, помилуй нас, Отец Наш Небесный. Хотелось бы найти этот стих в Библии и послать нападающим на вас. Что подумались? Если еще возможно, покаяться. То есть, стих этот, это Стефан говорил, Стефан, это седьмая должна быть глава Деяния апостола. Он говорит, кого из пророков не гнали отцы ваши? И далее, гнали, убивали и убили господина пророков. Вот она, новый человек, зазомбированный, как просто объясняет, а что есть любовь, что люди получили нужное, нету, сатана это ничего, это одно слово, а слово даже и не знает. А что это такое? Как? Она ему говорит, нет, нет, нет. То есть, когда ты будешь думать, как я, будешь под ногами путаться, злословить, поносить жизнь, и тогда все, ты наш. Юрий Соболев, да светится и сияет дивным светом благая весть, Господа и спаса нашего Иисуса Христа вовеки. Это на мое письмо, там я... поклон общине. Случайно Игнарь Тихонович попался на глаза юморной, на самом деле не юморной, стишок, решил поделиться. Я себя сегодня хорошо веду, ну, наверное, поздно, если я в аду. Теперь он никуда не прыгает, ничего нет, за язык-то подвесит их клеветников-то. Дальше. А вот это тоже актуально, особенно в свете событий недавнего времени. Кавычки открыты. Люди так жились с ложью, что когда услышат правду, то начнут кричать, выйдь и предавать анафему того, кто скажет правду. Кавычки закрыты. Кто это сказал? Георгий Распутин, да? Какой Распутин-то? Неизвестно. Писатель этот, я не думаю, что эти слова сказал тот, который Григорий Новый, Григорий Ефимович. Ну, это, я думаю, Распутин, писатель. Рустам, мир вам! Священник перенес крещение на потом, так как был дождь. Бесы крутят на износ сложно. На износ. А это немножко я взял из вчерашней переписки, там с Дудином они и прочее. Вот смотри, какая у них здесь... Виталий Калинников. Сергей Дудин. Сейчас, возможно, беседа? Сергей Дудин. Виталий, вы конкретный, уж извините, лапкоид... Лапкоид... Не можешь прочитать. Не прочитать тебе уж, да? Лапкоид. Да, Виталий, мне вас жаль. А что такое лап... Еще прочитай слово это. Лапкиноид. С третьей попытки. Ты как Брежнев. Азербайджан, словно, с третьей попытки только мог проговорить. Так у него щелезь раненая. А что такое лапкиноид? Ну, это я не знаю, что такое. Вот не знаешь. Вот как умеют ругаться-то. Соседи, говорят, у нас грамотные, как только рассорятся, муж с женой, на трех языках ругаются. Так и знать. Так вот сейчас Андрусенко, то он не скажет, это не оскорбление, то есть нечистая сила. Те, которые прилетают на НЛО. Это он на меня говорит-то. Это не хула, ничего. И он даже никаких, ну, явно не... Понятно, куда выборочный сатана гонит. Это новое слово придумал. Лапкиноид. Ну, ты сказал, дальше куда идёт? Никуда. И вы умрёте, и следа нет. Мне вспоминается у Максима, ну, Алексей Максимович Горький. У него там есть четверостишие одно такое. А вы на земле проживёте, я ко всем говорю, а вы на земле проживёте, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Я за зомбир. Ну, ты увидал, а другие не видели это? Ну, я должен на что-то опереться, то, что вы не правы-то. Я нахожусь дома, и вдруг звонит, батюшка тогда, отец таким, ещё вызывали, ну, телефонов не было мобильных-то. И говорит, вот тут приехали с киностудии, снимать надо, и ищут вас. Я говорю, а почему? Ну, ты согласись с ними, они что-то снимают, и надо. Да зачем мне это надо-то? Я ответил, нет. Проходит ещё время, батюшка ещё возводит, я не знаю, согласился или нет. Ну, а потом сказал, ну, пусть приедут, они принимают. Решение приехать. Кузнецов Владимир Сергеевич, Свердловская киностудия, Красноярский филиал, документальных фильмов, документальных. И что? Ну, познакомился так, у него маленькая оборотка, так, хороший, видный человек. А что нужно? Ну, мы будем снимать и вопросы задавать. Ну, ладно, давайте. Где я? Ну, вот напротив храма. Я как раз из храма вышел-то. И что? Фильм занимает первое место на международном киноконкурсе. Это, конечно, для них большое. А потом мне пишут, да фильм-то не очень, но я не один, там ещё люди были, встречаются, и краткое содержание уже выставлял-то. И вы, говорят, вытащили его на первое место. Они приехали, когда опоздали, это было в Югославии, и сказали, а уже всё, кончился этот просмотр фильмов. Ну, посмотрите, чтобы я хоть... Ну, кончился. Ну, я не прошу никакое место. И когда посмотрели, все единодушно. Сразу, там три епископа православных только, жюри-то какое было-то, это не просто так. Профессора в ГИК, как говорят, даже были, и решают дать первое место. Главный приз. Золотой Витязь, а который первый был на второй, а который на втором на третье сдвинули-то. Это что, все зазомбированные? Меня там не было. Ну, маленько-то подумайте. Если люди, которые знают, не знают, и видят, что вещь необычная, я их всех зазомбировал. Ну, Московская, Московская КГБ пришла к выводу, исследуя, что делается. Здесь трудится несколько отделов. Даже такую серьезную организацию никак нельзя было ввести на правильное мнение, что один человек, один, всего один. Ну, помогали, конечно, люди. А потом, когда все было, уже закончилось, мне полковник и говорит, ну, думали, что-то несколько отделов. Это как так? Ну, все сами делали. Сам. 50 книг кауди насчитанных. Ну, маленько-то открой глаза. Лобкино это, я скажу, дудино это, ну, еще и... Что ты изменил? Перед Богом-то ты же отвечать будешь за эти слова-то? Щучело, говорит, огородное из нас набил сатана. И что мы будем делать? Да, 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 то есть он как бы размышляет, такой философ. Что пишет дальше? Я прочитал уже. Мне вас жаль. На Виталия уходит 9 файлов моих бесед с Дудиным, Сергеем, который этот Сергей ворует, взламывая наши и иные ресурсы. Ну, вот Андрюсенко, то другое. Заводите на него, до Дудина, это он делает. Это нормально, все, то есть ты соединяешься с самыми негодными по нравственности людьми. Так, и дольше, это мои слова, которые были, уже он нашел, снял, и дальше Виталия бросает. А что тут такое? Это мои ролики с ним, беседы, 9 файлов, тут ничего нету. Нужно размножить и выставить всюду, где только сие возможно. Эти беседы весьма полезны многим-многим. Виталий, немедли, Сергей, передать, как все 9 где-то выставляйте, чтобы другим дать знать. Это он, это кавычки, это значит мои слова, так и есть. И дальше. Дудин. Дудин, СД, то есть СД у меня преследует везде, СД там, а я потом расшифровал, СД, ну, то бывает, то Сергей, то еще как-то. Слова тут нас объяснилось вместе и Сергей, и Дудин. В одном. Бывает там, ну, Саша или что-то, но обязательно где-то просто вылазит это. И вот, я и говорю, почему он залез-то? Никакой беседы не будет, потому что вы раб Лапкина. Интересно, а перед этим переписываются, я тут пропустил много там, много они беседуют-то, Виталий Калиников ему говорит, ну, ну, почему вы вот ставите там против Лапкина, и на них Андрусенко не нападает, и они сидят, гонят там один из океана, к ним пристал, и, ну, явно, что ничем не заняты. Это все как прах развеется, этого нету. А то, что я выставил, это будет стоять дольше. Насчитанная Библия, материалы, 4124 ответа, разбор выступлений патриархов, там, митрополитов в свете Библии. Ну, у вас же ничего нету. И он согласился. Ладно, я сейчас домой приеду, и он говорит, почему Лапкина-то не вызывайте на беседу-то? Ну, по скайпу-то вызовите. И он согласился. И до дома-то не дошел, говорит, как говорят в мире, это похоже, неладно с ним стало. Из чудеса, говорит, у всех расслабели, как у Даниила написано. А что это? Чудеса расслабели. А означает, расслабели, в штаны наложили, задрожали колени, и держать нечем стало. Вот что означает. Вы раб Лапкина. Понимаете, откуда он взял, что раб? Он живет в другом месте. Раб, какой он раб? Он работал здесь, в Потеряевке был, правда, приезжал, и опять... Я вам не верю. Вы не искренне. Вершите и дальше волю своего гуру. Это гуру, он нашел слово. Гуру, гуру, это голуби воркают. Ну и гуру, а что такое учитель? Компетентный человек. То есть, замены ему нету даже, а у него ругательное. А почему? Ну иностранное слово, гуру, а там может быть что-то племянник Гитлера там что-то делает. Люди-то не знают даже, я спрашиваю, не могут объяснить. А вот этим словом. То есть, малограмотный, совершенный священник-то. Сергей Дудин, не дождетесь никакого диспута. Вы подлый, лицемерный. Это ничего, нормально. Он подлый, что ни одного он не видел, а лицемерный нет. Это вы перед архиереем так ведете себя. Вершащие волю своего гуру. Он, не знаю, замкнул слово гуру везде, вставляет. Этим кришнашотами вы сами себя обличаете. Мимо, Виталий, мимо. Дальше. Валентина Сартисон, такое ощущение, что Дудин читает нашу переписку. Ну и хорошо, мы не шифруемся. У нас все открыто и нам нечего скрывать. Мои слова сказаны в его адрес, я могу ему сказать в лицо. Да толку-то все равно не поймет. Там все пусто и запечатано. Пусто и запечатано. Женщина из Германии. Православная христианка. Виталий Калиников. Это скриншот из ролика Игната Тихоновича, скорее всего. Хотя я выставил там, где занятия идут у нас. Они открытые. Может быть, где-то какого-то он снял, это он жалуется в администрацию. то есть, вот это и подлость есть, а то подлое. Подлое-то не мы, а ты воруешь, там, взламываешь и лезешь. Ну, как хулиган совсем. Ну, разве можно это делать-то? Евтушенко Сергей. Виталий Калиников. Это скриншот из ролика Игната Тихоновича, скорее всего. Это из сегодняшнего ролика Игната Тихоновича. Ксения Юрова. А из какого именно Евтушенко Сергей? В конце самого Игната Тихоновича это показывает. Роман Фроликов. В чем-то он прав. Лапкиноиды. Мы полностью зависим от Игната Тихоновича. Сами по себе мы еще ничего не представляем. Мы еще ничего не создали. Не умножили в людях наш талант, веры даже сейчас, когда Игнат Тихонович с нами. Очарование Игнатием Тихоновичем происходит потому, что люди думают, то, что сделал Игнат Тихонович, невозможно сделать никому. Вот и обожествляет его. А надо думать, и сделайте больше моего. Иисус Христос слава Ему. Единственный пример Сергея Пупкова. Он на месяц создал общину с Василием и мальчиком. Забыл, как зовут. Ну, какую общину? Никакую он общину не создавал, ничего и нету. Вася, Василий там был Николаевич, Шерепанов, ну и отдыхал так. Юлия Стуботина отвечает, не старзвать. Не старзвать. Ну, какая община-то? Где? Нигде ничего и нету. Нету ничего. Сергей Игнатов. Нас собрал слушать Слово Божие и руководствоваться им в своей поседневной жизни. Его романа есть, он захватывает и дальше не дает как бы отчета. Это разные люди отвечают. Он роман приезжал, через полтора часа дня и его прогнал домой. Никаким нельзя. Но он старается благослови его Господи. Ну, употребил так слова, но ничего. Дальше. Роман Фроликов. Братья, мир вам. Чтобы помогать благовестию в интернете, я думаю, надо создать компьютер-сервер, который сможет заменить канал Игната Тихоновича и каналы Виталия Калиникова в Ютубе, когда Ютуб отключат. Уже идут переговоры российских властей с индийскими, китайскими, сирийскими властями о том, чтобы создать закрытую сеть без выхода в другие страны. Ну, это просто не знаю. Евтушенко Сергей, у вас деньги для этого есть? Вот так. Виталий Калиников. Продолжение. А-то. Криншоты диалога с Дудиным. Вот она идет, она разговаривала с ним, что переговаривался, можешь найти это. Виталий Калиников ответил Сергею Дудину. Сергей, вся апология в кавычках, иссякла так быстро. Еще на дому не доехал, говорит, я приеду из дома, тогда мы, ну, я сейчас еду. И не доехал до дома, уже все переменил. Почему русская зарубежная церковь опасалась какое-то общение иметь с московской патриархией, с людьми, которые принадлежат. Почему? В первую очередь ложь. Потом, недержание слова. Только договорились, ему ничего не стоит. Ну, сказал, ну, ну, выйди-то. Дальше, на расстоянии, я его ни разу в глаза не видел, который не выступает, я ни одного не видел. И ничего у них, их не считал, у них ничего нет. Ну, меня чего же не брать-то? Ты, 10 650 роликов. Ну, в каждом ролике можно что-то где-то найти, там, сказал, или тебе не подходит. И, и книг, ни одна, ни две, а 43, три, книги. Ну, и что? Нет, 38 было. Ну, да, 43. А у них ничего нет. Сергей Дудин, нет, апология есть, да и она уже опубликована. А, да. Ваш Лапкин, еретик, нестарианец и прочее. И вы с ним в ереси. То есть, это словами разбрасывается, на них не нападает Андрусенко. Еретик, слово еретик, это, ну, решает повыше, чем какой-то там поп отдельно. Он должен доказать это, там заседание будет. Где-то я что-то, ну, учения распространил, нет, но у меня есть свое мнение. Я рассматриваю, Арий зашел в туалет, и там у него кишки вывалились. Я начал разговаривать с врачами, и говорил, может такой, никогда нет. Я понимаю, видимо, зарезали православные. Я православный, почему? Ну, раз враг, ни перед чем не останавливается. Льва и саврянина прямо в алтаре зарезали. И хвалятся этим. Не ваш ли это гуру вещает, которую вы приказы безропотно выполняете? Знаете, какие слова. То есть, этот человек в алтаре стоит, руки поднимает, а может он это куда-то взять? Нет, он не может. Он как на цепи маленький, говорится, какой-то щенок, его бьет, сатана, по стенкам. Давно-давно уже. И он не может ничего больше сказать. Сидят целый час и только обо мне говорят. А люди сидят, рты раскрыли. Ты же за все отвечать будешь. В Москве рождественские чтения, один доклад полностью мне посвящен. Но одно то доказывает, что мы разные. Но это можно понять. Если вот так вы нападаете, ясно, что мы разные. И это доказательство я все время беру на прославление Бога. Господи, как хорошо. Как хорошо, что ты разделение такое проводишь. И Бог это знает. То есть, он меня испытывает. А их испытывать не надо, ничего нет. Их просто нет. Бога нельзя родить. Он вечен. Это я отвечаю. Бога нельзя родить. Этим Лапкин оправдывает ересь Нестория, которую называл Пресвятую Деву Христородицей. И был осужден на 4-м Вселенском Соборе в 451 году в Халкидоне. Ну и что из этого? Он назвал Христородицей. Что из этого изменилось-то? Ну конкретно, что? В чем ересь? Там название. Видишь, они как одного спрашивают, там допрашивают, когда коммунисты-то. Ну и что? Ну, потупил партию, он все. Но были у вас колебания? Он говорит, были. Какие? Ну а вместе с курсом партии? Когда курс менялся, я за ними. То есть для него это разницы нет. В 41-м каком году? Я это сказал, ты этого не скажешь. Никогда. Христородицей. Я не говорил, что называйте Христородицей. И как это? Я вот отвечал, мои слова берет кавычка. Бога, то есть Богородица, Бога нельзя родить. Он вечен. Бога нельзя родить. Как родить, когда Бог безначальный-то? Ну, слово единосущный несколько столетий, в общей сложности почти пять столетий подбирали это слово. И здесь так и не могли наднять с того, как Иисуса родится, никак. Ну, не надо ничего выдумывать. Дьява Мария, и все, зачем вам это придумывать-то? Тот ответил, Христородица. Ну, Христородица, это даже ближе по понятию человеческому. Это считает вину. Я не распространяю это. Разговор шел, я ответил, вы трусливые, жалкие, а трусливые возле Огнина будут. И это только начало перечисления ереси вашего гуру. Который раз гуру говорит. То есть, он ничего не знает. Виталий Калиников ответил Сергею. 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 Сергей, Инать Тихонович, по милости Бога Живого мой наставник во Христе. Это благодаря его трудам благовестие мой потухающий огонь веры снова стал разгораться. А такие, как вы, люди в черном, гасите веру на корню. Письмо 129 святителю Игнатия Бринчанинову святителю об отношении к духовным лицам. Святитель означает епископ. Кавычки открыты. Весьма благоразумно делаешь, что не сводишь близкого знакомства ни с одним духовным лицом. Такое знакомство может очень легко послужить к вреду и весьма редко к пользе. Кавычки закрыты. Но как он может это сказать? Никак. Что это к нему не относится. Относится. Вот я скопирую дальше. Копирую. Где она тут? Вот выше, выше. Вот это? Да. Я даже не знаю, где это. Ну и вот показывает, где Виталий сказал. Ну почему Игнатий Бричинов ты не берешь? Только не сообщайся со священниками близко-то, они веру то у тебя отнимут. Это вроде анекдоты. У нас, говорит, чудо-то какое было. Выпуск в Академии, Московской Духовной Академии был. И оказалось, что за все время, там сколько, четыре года их учат, и один человек остался верующим. То есть четыре года ему выдал из него все и остался верующим. Вот чудо какое. Это какие ролики смотреть. Иная Тихонович проповедует Христа Распятого. Отвои уста о лютейши и глупейши волчара. Глупейший. Глупейший. Ударюнь это не там. Исполнены трупного зловонья лжи, клеветы и хулы на Духа Святого. Вот это Александр Дусенко скажет, как вот волчара. Ну волки написано, а в русских волчара. Это более так, четко пропечатано. Исполнено трупного зловонья лжи. И каждое слово могу как. Как? Потому что все смертное. Из церкви православной ушло за вот эти годы не тысячи, уже миллионы ушли. В секты в разное. Вы за одну душу не ответите. Там маленько откройте глаза, что вы делаете-то. Вы вне церкви Христовой, хотя и патриархийной числитесь, в церкви не может быть такой человек, который на одной клевете живет. Горе тем, которое зло называет добром. И добро злом. Тьму почитает светом и свет тьмой. Горько почитает сладким и сладкое горьким. Исаия 5.20. Деяние 20.29. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить привратно, дабы увлечь учеников за собою. Господь говорит, я посылаю вас как овец среди волков. Волками кого назвал? Противоречащих ему иудеев. Ну, а дальше жизнь показывает атеисты, коммунисты, фашисты, волки. Но когда собрал епископов, священников, говорит, называют лютые волки. Это один раз во всей Библии. То есть они намного опаснее. Иоанн Затауз говорит, я никого так не боюсь, как епископов. Как они гонялись за ним, и едва не убили в горах, и даже которые охраняли его ссылку притарианцы, говорят, лучше в руки попасть агорянам, чем этим диким зверям. Что, не знают, что ли? Им уже пропечатано. И будут говорить привратно, дабы увлечь учеников за собою. Вот гуру, но это какой он гуру, то его никто не слушается. И поэтому они терпеть не могут, когда видят, что тут такое послушание. Сергей Дудин, благодарю за еще один весьма полезительный креншот. Но как-то он не вяжется словами спасителя. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молите за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5,44. Перед нами плоды евангельской в кавычки проповеди Игнатия Лапкина. То есть он не знает, куда применить слова даже. Но в первую очередь любите врагов ваших. А в чем? Которые обидели. Не еретиков. Этот он что говорит, из ереси гонит-то. Сегодня же это понимают и пишут, самая большая секта Московской Патриархии. Это вы до этого ее довели. Пьяные, на машинах давят людей. Там Андрей Акураев, что-то, как с семинаристами это вы развратничаете, садомиты. И это ничего. Он ничего не видит, только лишь бы его не выгнали, в Великий пост жареной рыбы дали. Теперь он говорит. Плоды, евангельская проповедь. Да хоть что взял-то? Давай посмотрим. Виталий, что ему ответил? Я ответил, подтвердил, кто волки такие. Не можете разобраться, где свет. И дальше. Сергей Дудин, добавил к этому. Это не огонь веры, а огонь злобы. И они говорят, о злобе главное. Я вам нигде не уделил, даже малой доли, внимание это. Такое, как вы уделяете мне. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя заблуждение и заблуждаясь. Вот это вот к ним прямо припечатал. Заблуждение. Ни Писания не знает, ни Жития Святых, каноны все попрал. Дудин прямо говорит. Да это сегодня никак, да это разве можно, каноны какие. Вот там Пархоменко выступает Константин. Ну, враги просто, враги в церкви, враги канонов. 2 Тимофея 3.13. Теперь осталось лапкановидам меня только убить, и это было бы прекрасно для них. Значит, он не знает, что, больной. Тяжко больной человек придумает слово, думает, да этого не было, только лапка начинка, не знаю. А теперь давай другое слово скажет, это, говорит, уровень его. Никакой с ним беседовать-то не о чем. Виталий Калиников ответил Сергеем. Сергей писал, адепты Лапкина, к сожалению, в силу еретичности и прелестности их лжегуру. Опять уже, пятый раз уже. Рано или поздно становятся врагами матери церкви и православия. Да ты ни матери не знаешь, ничего. Вы раздеваете эту матерь делами своими. Отец Геннадий Фас стал таковым или ему еще предстоит им стать? Ага. Сергей Дудин ответил Виталию. Отец Геннадий Фас лично меня благословил обличать Лапкина. Сказал, что эта болячка у него очень давно. И это... Врет на прополуе, врет на сто процентов. Отец Геннадий лично участвовал в обсуждении того, что Лапкин сектант. Ну, участвовал. То есть, где-то вы обсуждали, он там был. Только и всего. Я лично разговаривал об этом в Москве с отцом Геннадий Фас в Москве. Да это тебе честь великую оказали, что с тобой рядом он стоял. Под запись он говорит это отказался. Ну, вот от себя. Чем-то я докажу, что никак. А я покажу. Вот только встречались, когда мы были в поездках по России, встречались с ним. Сколько оставили книг, беседовали. Все заснято. Спросить это лично у отца Геннадия Фас Наверное. И Лапкин уже поносил и Фаста, когда ему говорили, что отец Геннадий критикует его. Уврет на пропалую. И Геннадий критикует. Батюшку Геннадия, глубоко уважаю, вот действительно евангельский смиренный дух любви, а не тройное хамство Лапковщины. Тройное. Тройная ложь патриархиина, я тебе говорю. Отец Геннадий где был, что он только там не сделал. Где? Венесельский был. И что дальше его архиерей сделал? Когда в защиту его там выступил отец Андрей Кураев. Как они его там трепали-то? Ему пришлось уходить совершенно к другому архиерею. Он к Иркутскому кажется уходил-то. Это ваши все братья, это выгнали, это вы его травили. Сергей Дудин ответил Сергею. Вершите дальше волю своего прелестного гуру. Шестой или седьмой раз гуру. Надо же вот зацикленный, он еще не знает. Сергей Козлов ответил Виталию. Виталий, думаю, достаточно. Бес все изблевал. Пора ему домой в черный список. Сергей, он видимо смотрел за этим перепиской-то. Сергей Козлов ответил Сергею. Когда Сергея узнали, Козлов не с ним, парализован, они его и ты бесноватый и все. То есть давай уже человек полумертвый лежит, 15 лет, они его не пощадили, сразу кинулись на него. То есть какие это делают? От человека бесы какие? Это только могут так делать. Разъеренный, злобный иерей. Не осознает, что Лапкин объект его ненависти. Не сегодня, так завтра умрет и бес, который стимулирует его, его же самого и доест. То есть зловыборочно-то не бывает. Или вот, ну, я еще, может, не доживу, а вы увидите, еще с ними будет, которые говорили. У меня здесь были. Прямо в фильме снято три священника, благочины, съемка идет, и они меня там как-то выхлестывают. Ни одного нету. Ни один до моего возраста не дошил. А они ничего не переживали, что у меня было. Нету. Виталий Калиников ответил Сергею. Сергей, аминь. Роман Фроликов, я ласково называю себя лаконоидом теперь, чтобы стремиться стать сыном Божиим. Вы уже не рабы, но сыны. Новый Завет. Какой-то Сергей этот что-то не... Спасибо, Игнатий. А нужно ли освящать в церкви крест купленный не в церкви? Я ответил, да, нужно. Тут Сергей какой-то... Спасибо, Игнатий. Благослови вас Господь за ваш труд. Книги я ваши скачал. Это я первый раз его, кажется, вижу. Зашел ночью сегодня. Книга к истинному православию. Ее бы лучше постранично, а не по две страницы сделать. На планшете неудобно читать, может. Вы эту книгу в PDF-формате пересоберете на постранище. Я написал уже. Я написал, кто делал это, ставил. Я не делаю это дело. То есть, они в виде файла выстроены. Я прослушал некоторые ваши беседы на Библию. Например, про иконы. Было интересно. Но в доказательствах по Библии вы не там делаете упор. Не на тех стихах. Не на тех стихах. Ну, я считаю, что на тех стихах он считает и на тех. Что из этого? Он может написать отдельную статью какую-то. Я беседую с сектантами и показываю. Коротко и ясно. Беру всего пять стихов и на пяти стихах они уже сделаются другими. А он считает не так. Ну, может быть, не так. Я не знаю. Я 55 лет пользуюсь этим. Чучелом огородным стою набитый трухой. Я человек в переводе и человек плохой. Сколько раз бывало, сам себе повторял. Ближе к оригиналу. А где же он оригинал? Иван Елагин. Вот так. Это я хотел сказать. Ну, вот это я смотрю, когда священники нападают. где-то. Ну, он сам-то никак. Вот первые христиане, они шли, останавливались, житья, говорит, этот никак, ему нужен храм, храмы, храмы, храмы. Ну, дальше все остальное, кормушка. Он сам себя не прокормит, с голоду умрет, если его нигде-то не будут подпитывать. И сами нигде в труде не участвуют. Ну, и все на этом. Вот, посмотрели. Так, дальше посмотреть наши ресурсы немножко. Во, Галина Врестка зашла. Прочитать, может быть. Пока говорили, она вышла. Так, что она пишет тут? Ага, ну, вот еще, да, ну, вот этот, прочитать надо. Считай. Галя, бывает так, что человеку говоришь, а он понимает все по-своему. Вот с вами как раз так и о зомбировании. То есть, полностью, такой человек добрый, я слова уже все теперь зазомбировал, но не может выйти из этих слов. И о любви и обвинять их ночи. Может, это есть следствие сухих букв в текстах, при личной беседе все возможно встало бы на свои места. То есть, сумел бы ее сшибить и тогда бы она была против и тогда бы он успокоился и лег спать. А может, ваше устроение такое? Не знаю. Думаю, что проблема не во мне, а в вас. И вот почему. Я искал возможности прямо, прямого разговора с вами, а вы уклонились. Значит, груз, недопонимание вы оставили за собой. Я же его на вас не перекладывал, но пытался избавить нас с вами от него. Не получилось. Ну все. Вот что он сказал, Александр-то? Где-то слово Божие, что-то он оставил, нет ничего, нету. То есть, он пристал к врагам, которые, ну, как сказали, эти ядовитые слюной на меня брызгают, вот Виталий им сказал. Ну и что дальше-то? Теперь он от нее не усыпился, ай, не по зубам. Даже женщин на одну взять не могут-то. То есть, то, что она получила и говорит, я тут только встала такой-то настоящий, им это не надо. А почему? От Бога это. Им ничего нельзя сделать. Ты, говорит, иди, а я ожесточу его сердце. Это Господь ожесточил их сердца, готовых к погибели. Ты иди к фараону Моисея, а я ожесточу его сердце. И вот они могут сделать? Не могут. Они уже попали в это число. В число тех, которые должны признаться, что их Бог ожесточил. Не просто дьявол ими руководит. И дальше Галина пишет, да, а надо сделать малое с собой, отказаться, себя ей пишет. То есть, Галина пишет его слова и дальше идет. Теперь еще показать надо наш православный форум большой 1600 тем. А это наш православный видеоканал. Большой довольно канал тут есть. И они тут еще не берут. Представь, в 10650 примерно видеороликов они ничего не могут взять. Давайте посмотрим, что сегодня у нас. Вот поставил. События дня. Ну, тут это что я отчет даю. Так. Малый разбор кокорости и трусости обрещенных СД. Ну, прослушать могу. Дальше. Бедность не порог, но и не святость. Ролик. Дальше. Милетий, стратилат. Это что? Жития святых. Это я выставил. Это им не как по боку. А знает он его жене и житей? Конечно, нет, не знает-то. Так. Друг, для чего ты пришел? Это моя проповедь в храме. Ну, по Евангелию. Нет, не знает. Теперь вот такая-то часть Григория Дещенко о душе. Исключительно сильный материал. Смотрят. Нет, один человек зашел только за сколько тут и сорок одна минута назад или сколько. И не знает он. Монолог спрошен. Вот это Володя говорит. Тоже их не касается. Теперь между трапезой и занятиями у нас идет какие-то песнопения. Не заходят. Нету. Изучения Библии тоже нету. В скайпе. Дальше. Фотогалерея. 28 лет о Потеряевке. Волобоев. Ну, 1 час 37 минут. Это снимали мы. Фотогалерея. 28 лет человек снимал. Зашел он сюда. Да я не знаю. Тут один человек только просмотрел еще. Нету. За 40 минут. Тут раздает Евангелие. Он ходит и раздает Евангелие. Не знаю. Теперь так. Вечером мы немного успели в храм прийти. С фотосессии-то пришли. Ну, может, их не интересует. Дальше. Святой Иоанн Златоуз. Человек гневливый и кроткий. Какая разница? Нет. Дальше. Сейчас. Исповедь священника читает Никита. Посмотрел он. Тоже один человек. Нет. Это не надо. Теперь седьмой том открытым оком. Проповеди на Псалом 102. Нету. Теперь добротолюбие. Это сегодня выставлено. Добротолюбия, я считаю, нету. Златоуста насчитываю. 12 томов. Нету. Библия насчитываю. Это что, сегодня Евангелие от Иоанна? Нету. 18 роликов, их тут нету. Где? А он сидит. Он не может. А может быть, он сейчас сделает так, чтобы больше не нападать? Не может. Не может. И как семей сын Геры, отступающего от сына своего Авесолома, пошел и кричал, уходи, уходи, кровопивец, ты такой-то. А когда возвращался, он попросил прощения у него. А да, он когда Авеса говорит, позволь, я с него голову сниму. Как говорится, рукомойник забора. Не надо. Господь позволил ему. Может, Бог призрит на это поношение и мне что-то простит. Я на это могу сказать. На все эти поношения возрит Господь и, может, мне что-то простит. Я и нападаю, от которой нет. Я вообще даже не встревал. Ни одного слова нигде нету. Нету. Вчера было 20 роликов выставлено. Какие? Те же самые. Те материалы, жития святых. И что? Там они были. Каждый день богослужение идет. Порядок какой? Тоже нету. Ну, нету ничего. Нету. И с пустотой мы разговаривать не можем. Все на этом сегодня, наверное. Все на этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!